Мы работаем в напряженном режиме, то есть внешним совместительным запретили работать у нас, своих работников у нас не хватает. И поэтому мы выезжаем тремя, четырьмя, максимум пять машин бывает. То есть нагрузка на медиков ложится. И поэтому мы хотели бы, чтобы выплаты нам произвели в полном объеме, как было озвучено президентом Российской Федерации. То есть 50 тысяч врачам, 25 тысяч среднему медперсоналу и водителям, потому что водители вообще незащищенная категория. Они так же, как и мы, выезжают на этих больных, так же осуществляют перевозку контактных, перевозку ковид больных. И то, что озвучила Максимова выплаты за больного, которого обслужили мы на смене. А где гарантия, что, допустим, кто-то обслуживал ковидного больного, потом приехал, и мы с ним полностью все контактировали. Где гарантия не произошло контактного заражения? Дай бог, чтобы этого не было. Ну, получается, в контакте мы находимся постоянно. И на вызове где-то граждане несознательные скрывают свой контакт, выезд в какие-то опасные зоны. Мы работаем с больными уже с марта месяца. У нас еще ни разу не брали тесты. Хотя, согласно тем же стандартам, которые нам сбрасывают без конца, что мы решаем тесты, у медиков, имеющих контакт с ковидными больными, должны брать тесты раз в неделю. У нас их не брали ни разу. Ну, то есть, вот сейчас медики вообще на самом деле самые незащищенные. И правительство, так скажем, вошло в противостояние, так как Матиханович и Алексея Валерьевича, в частности, было высказано немало ему. Вот вы самый незащищенный слой населения в данный момент. Скажите, пожалуйста... Продолжение следует...